Задержан Игорь Стрелков-Гиркин. Более того, его жена пишет, что ему шьют экстремизм. Это 282 статья, довольно тяжелая. При этом, надо сказать, что выдуманная и ерундовая. Ну, то есть, по экстремизму сажают вообще кого хотят. В основном это применялось к оппозиционерам. Ну, в общем, теперь по ней может загреметь и Игорь Стрелков-Рунов-Гиркин. Военный преступник, который осужден и должен отбывать наказание за пределами территории Российской Федерации. За сбитие малазийского Боинга. Пока рано говорить, что вот он точно сядет и даже обсуждать подробности этого дела, потому что ничего не известно. Однако, развитие событий вполне закономерное. И в сегодняшнем ролике я хочу показать, что происходило с Гиркиным. Точнее, ответить на два главных вопроса. Почему арестовали Гиркина? Задержали. И почему именно сейчас? Это два основных вопроса. Потому что вел он себя так, как вел довольно давно. И многие говорили, что у него какая-то мощная есть крыша. И значит, она его укрывает от всевозможного преследования. Но задержали его именно сейчас. Опять же, если вы смотрели два предыдущих ролика. Один, собственно, про обыски в Листве, где должен был выступать Гиркин. И про Квачкова, в каком-то смысле соратника Гиркина, то вы примерно представляете причины происходящего. Но даже вам будет интересно узнать еще несколько интересных подробностей, которые будут в сегодняшнем ролике. Для начала давайте расскажу, что написали в канале Стрелкова Гиркина от лица его жены. Мирослава Регинская, жена Игоря Стрелкова. Сегодня примерно в 11.30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ экстремизм. О местонахождении мужа мне ничего не известно. На связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было. Добавляют подробности и, например, РБК, которая со ссылкой на источники говорит, что заяву на Гиркина написал какой-то бывший сотрудник группы Вагнера. Вообще, надо понимать, что на Гиркина писали довольно много заяв. Гиркин за языком особо не следил. Плохо говорил про армию, про Шойгу, про Путина, про Пригожина. Почти со всеми известными медийными личностями у него был конфликт. И заявы на него писали постоянно. Просто заявы на Стрелкова недостаточно. Нужно, чтобы этой заяве дали ход. Потому что без одобрения, либо на высшем уровне, либо на уровне спецслужб, нельзя было ни за что прессануть Стрелкова. С чем это связано, все гадали довольно давно. Моя версия, как вы помните, довольно дурацкая, скажу вам сразу, заключалась в том, что каждое ведомство думало, что у Стрелкова где-то есть крыша. И поэтому его не трогают. Но в реальности, наверное, все менее прозаично. Стрелков все-таки является выходцем из ФСБ. Более того, Стрелков это человек, который фактически послужил триггером войны в 2014 году. Он сам в этом признавался, что он стал спусковым крючком войны. И это не просто бахвальство. Действительно, Стрелков вместе с его отрядами, они пришли на Донбасс и начали там развязывать войну. Делали они все это за деньги олигарха Константина Малафеева. То есть, когда это все только началось, тогда это еще не был прямой указ, приказ российской власти. Тогда еще не было российских военных. Они появились довольно скоро, прям в очень короткий промежуток времени. Но, тем не менее, поначалу это делал Стрелков с бандой и на деньги Малафеева. Понятно, беспрепятственно со стороны российской власти. Потому, что вообще там и наемничество, и развязывание агрессивной войны. Это все статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну, в общем, он начал вообще все события на Донбассе, по большому счету. Потому, что там было какое-то локальное недовольство. Но превратить это в вооруженное противостояние удалось именно Игорю Стрелкову. Поэтому его роль не просто блогер-нытик. Такова его роль в сегодняшней войне. Точнее, в сегодняшней ее фазе после нового вторжения России в 2022 году. Тогда он был действительно одним из основных лиц и командиров, который принимал различные решения. В том числе он ответственен за сбитие малазийского Боинга. И это установил Международный суд, который обвинил в этом Гиркина. То есть, не просто он обвиняемый, а уже обвиненный. Ну, то есть, уже есть решение по его делу. И он должен отбывать наказание. Поэтому не стоит недооценивать преступление Игоря Стрелкова-Гиркина. Это не какой-то правдоруб, не какой-то там человек чести или еще что-нибудь такое. Нет. Это настоящий военный преступник. Настоящий людоед. Настоящий человек, жаждающий крови украинцев. Еще и, кстати, яро-антисемит. Но это у них часто бывает довольно распространено. И вот, значит, долгое время это, возможно, предыдущие заслуги Стрелкова. Возможно, его связи в ФСБ были таким охранным ордером, если хотите. На то, что ему можно гораздо больше, чем другим. Потому, что за те слова, которые говорит Стрелков, Гиркин, Ирунов, за похожие слова, даже за более мягкие, я бы сказал, слова в отношении российской власти, сидит большое количество людей оппозиционного взгляда. В том числе Илья Яшин, в том числе Горинов. Ну, а Стрелкову, Гиркину, это все сходило с рук. На что неоднократно обращали внимание его всевозможные коллеги. И конфликт с группой Вагнера у него тоже был. Ну, то есть, он вступал в биф с Пригожиным. Он постоянно говорил, что Пригожинцы – это вообще непонятные наемники, от которых можно ожидать чего угодно. И это Гиркин – один из людей, который одним из первых и наиболее яростно выступил против Пригожинского мятежа. Несмотря на свою нелюбовь к Владимиру Путину. И продолжал стоять на этой линии даже после того, как Пригожин был прощен. То есть, с точки зрения Стрелкова и Гиркина, убийство российских солдат, осуществленное Пригожиным, и вообще все его действия – это государственная измена. Это мятеж. И, собственно, Пригожин должен был понести наказание. Гиркина не устраивал, что Пригожин вышел сухим из воды. Ну, насколько смог. И в этом контексте он являлся таким постоянным критиком вообще всего. Ну, то есть, за время своего нытья он успел поругаться с огромным количеством людей. На фронт он тоже пытался попасть, но безуспешно. Еще разочек как-то даже уехал. Даже вроде по поддельному паспорту, где было написано «С. Рунов». Я вообще-то думал, что это исключительно мем. Вроде даже не мем, черт его знает. В любом случае, он попробовал куда-то приехал, посидел на какой-то печке несколько месяцев. И вернулся назад нынче, собственно, в свой Телеграм и на различные Ютуб-каналы. Ключевой момент заключается в том, что вот эта его охранная грамота, которая является смесью из того, что он, а, сделал в 2014 году, б, из того, что у него связи в ФСБ и ц, это то, что он в международном розыске, то, что он осужденный военный преступник, что в глазах путинского режима должно давать много-много очков человеку. И, в конце концов, это роднит его с Путиным. Путин, правда, пока не осужден, а только обвиняемый, есть ордер на его арест. Но, тем не менее, значит, у Гиркина это было определенной охранной грамотой. Но не так давно это изменилось. В какой момент это изменилось? Это изменилось как раз после мятежа Пригожина. Об этом я уже подробно рассказывал. Дело в том, что российская власть, она воспринимает все происходящее напрямую. Ну, то есть, они что видели? Они видели, что был мятеж Пригожина, то есть, когда шли на Москву. И шли довольно успешно. Они видели, что этому предшествовала критика Шойгу и Герасимова и власти в целом. И для них эта связка теперь очень явная. Ну, то есть, если ты критикуешь российскую власть, то рано или поздно ты можешь пойти на Кремль. То есть, они, как и любая диктатура, считают, что надо бороться не с причинами, которые вызывают эти мятежи. В конкретных случаях, опять же, я говорю, что для Пригожина все, что он заявлял про то, что он за русского солдата и прочее, это все обширма. На самом деле, он боролся за свои интересы, но люди, которые пошли вместе с Пригожиным и которые поддерживали мятеж, они как раз действительно верили в это. Что есть проблемы с Шойгу, с Герасимом, что их надо снять, что в армии полный кавардак, что все это ведет к неминуемому поражению России. Кстати, это объединяет Пригожина и Гиркина. И тот, и другой говорили, что поражение России практически неминуемо в этой войне. И, значит, одни люди против этого хотели выступать. Собственно, с такими речами фактически выступал Стрелков, говоря, что все прогнило, все очень плохо работает. Он не был против войны. Он был за более успешную войну. На его взгляд, можно было гораздо эффективнее воевать. Его критика касалась в основном этого. Поэтому, опять же, не надо из него лепить политзаключенного или еще кого-то. И в этом контексте, собственно, связка, критика, мятеж прочно закрепилась в головах у власти. Я говорил это почти сразу после мятежа, что чистки, конечно, будут. Но будут не среди Шойгу и Герасимова. Наоборот, Шойгу и Герасимова – основные выгоды приобретателей от мятежа Пригожина. Они будут среди нелояльных и недовольных. Среди тех, кто критикует. Среди тех, кто открыто заявляет о своем несогласии с тем, как ведется эта война. Ключевой момент был 10-11 дней назад примерно. Когда пришли с обысками в фашистскую лавку листва в Петербурге. Туда должен был приехать Игорь Стрелков-Гиркин со своей лекцией. И, собственно, там весь день проводились обыски. Туда пришло огромное количество полицейских. В общем, я подробно рассказывал об этом вот в этом видео. Где я как раз и предполагал, что до Стрелкова скоро доедут уже непосредственно. В итоге свою лекцию Стрелков провел в каком-то другом подвале. И из Петербурга ретировался, написав, что его оттуда выдавили. Он, правда, обвинял во всем Пригожина и считал, что это его влияние. Тут нужно уточнить важную вещь. Значит, в сообщении РБК тоже по их источникам фигурирует, что заявление написал якобы бывший сотрудник группы Вагнер. Но неважно, кто и что написал. Если бы заявление сотрудника группы Вагнер было бы достаточно, еще во времена конфликта Пригожина с Гиркиным, Пригожин бы уничтожил Гиркина. Вы можете сказать, что Пригожин не писал заявлений. Он, так сказать, поэт, а не кляузник. Так он писал. Он писал и на Беглова, он писал... На кого он еще писал? На Гугл он, по-моему, писал. Короче, его хлебом не кормить, дай написать какие-нибудь заявления. Поэтому, если бы это все зависело от группы Вагнер, то Стрелкова бы прижали довольно давно. Поэтому нужно разрешение. То есть, нужно, чтобы делу дали ход. Поэтому, говоря о Стрелкове, о его деле, я не буду апеллировать к тому, что это продолжение борьбы Пригожина со Стрелковым. Мне кажется, это ложный след. Я думаю, что по нему будут специально пускать всю псевдопатриотическую общественность, вот этих турбопатриотов, для того, чтобы сказать, а власти ни при чем. Это вот Пригожин, Вагнер, оскорбил Стрелков, Вагнер. Мы не при делах, мы в дела сюда не вмешиваемся. Это все ширма, потому что, на самом деле, нужно, чтобы было дано какое-то поручение сверху, что теперь можно Стрелкова прессовать, можно его задерживать, можно его трогать. В общем, история с этой фашистской листвой в Петербурге, это была черная метка Стрелкова. Это был тонкий намек ему, я бы даже сказал толстенный намек, честно говоря, для того, чтобы он собирал вещички и закрывал свой ротик, и больше не разевал его ни на Владимира Путина, ни на Министерство обороны, ни на кого-либо еще. Но намек Игорь Стрелков либо не понял, либо подумал, что его крыша достаточно надежна, чтобы его защитить. И после этого ополчился еще больше, в том числе на государственную власть. Вот, например, что он писал про Путина совсем недавно. История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить в пыль глаза значительной части населения. Сейчас оно последний островок легитимности и устойчивости государства. Сковырнуть его незаконным путем означает успешно завершить дело тех, кто усадил уникальное преимущество, так он называет Путина, на престол в свое время. Но еще 6 лет у власти этого трусливого бездаря страна не выдержит. И единственное, что он мог бы сделать под занавес полезного, чтобы не покрыть свое имя вечным позором в истории, как и Удушка Горби, это обеспечить передачу власти кому-то по-настоящему, дееспособному и ответственному. Жаль, что ему это даже в голову не придет. А если и придет, то умение выбирать соратников мы уже видели много раз. Это была часть целых большого количества сообщений. Опять же, о них я рассказывал в недавнем ролике, где говорил про административное дело на Квачкова. Опять же, говоря, что Гиркин следующий. Ну, то есть, Гиркин не внял предупреждением сверху и продолжил выступать в своем стиле. Продолжил клеймить власть и даже перешел на некоторый новый уровень. Ну, то есть, как? Он и раньше довольно жестко высказывался про Владимира Путина, но здесь как-то перешел уже на прямые оскорбления в текстовом варианте. Тут вообще есть специфика, значит, о которой мало кто догадывается. Все, что написано в тексте, чаще становится основанием для возбуждения каких-либо дел или чего-либо еще, нежели сказанное в видео. Потому что многие люди, которые приучены писать жалобы и прочее, они, ну, с текста проще. Ты видишь текст, ты все копируешь, там говоришь, вот на вас там настучали. С видео же есть проблема. Для начала его нужно посмотреть, потом нужно там подсветить нужные моменты. Я не говорю, что это не бывает. Нет, довольно много есть за видео и дел, и более того, дел против меня уголовное, оно как раз за видео. Ну, в общем, когда люди пишут это текстом, это распространяется гораздо быстрее, потому что репостнуть отдельный пост или сделать скриншот гораздо проще, чем вырезать какой-то фрагмент и прочее. Я давно замечал эту интересную особенность. Ну, в общем, в любом случае, я к чему это говорю, что в тексте Стрелков так жестко о Путине, по-моему, не высказывался. Вот, по крайней мере, настолько. В видео, да. Ну, то есть, он много раз самыми разными эпитетами покрывал, в том числе и Владимира Путина, но на видео обращают меньше внимания, ему сложнее заверуситься. Но интересно, что Стрелков клеймил не только российскую власть. Вообще почти нет человека, с которым Стрелков бы не успел поссориться. Полевой командир Ходоковский, Пригожин, Шойгу, российская армия в целом, отдельные ее представители. Он постоянно вступал в полемику с теми или иными военкорами, рассказывая про то, какие они, значит, дурачки. Да чего там. Недавно Игорь Стрелков-Гиркин буквально на днях поссорился со своим собственным клубом рассерженных патриотов. Тут нужно сделать лирическое отступление. Клуб рассерженных нытиков, он же клуб рассерженных патриотов, это такое объединение, политическое, которое сделал Игорь Стрелков-Гиркин. Более того, в этом политическом объединении они ставят своей целью, в том числе, участие в выборах и смену власти. Гиркин, правда, подчеркивает, что исключительно законным путем, но тем не менее, это политическое объединение, которое своей целью видит как раз спасение, как они говорят, России. Туда входят самые разные люди. Более того, этот КРП ширился, у них есть заседания, у них есть советы. То есть, это какое-то количество людей, я бы даже сказал, инфлюенсеров, ну, вот такого провоенного типа, которые, во-первых, постоянно ноют и говорят, что все плохо, а во-вторых, говорят, что все не умеют воевать, а они-то знают, как точно надо это делать. И появление вот этой политической платформы, оно напрягло в каком-то смысле большое количество людей, потому что вот эти вот КРП и вообще люди с похожими точками зрения, то есть, которые за войну, но которые критикуют действующую власть, они ставились как бы в оппонирование к охранителям, так называемым. Извините за множество странных терминов в этом контексте, просто это вот глубокий лор, который там жабагадючный, который существует. Значит, охранители – это пропагандисты, которые не ставят решение власти под сомнение, которые вылизывают им сапоги, и не только Соловьев, Витя, Симоньян и прочие, это вот типа охранители, то есть, те, кому не позволено сомневаться в действиях власти. Вот эти охранители и турбопатриоты, к которым относятся в том числе КРП, это две такие конкурирующие структуры, которые вот прям иногда вот в прямые конфликты это все превращалось, там Соловьев наезжал на Гиркина, и наоборот, и в общем всякие там были бифы, склоки и прочее, прочее. Продолжение следует...